Здравствуйте! Вы смотрите программу События. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Очередная победа над наркомафией. В Новокуйбышевске судят банду из 15 человек. Протекает крыша, затопило подвал. Коммунальный коллапс разгребет мобильная приемная губернатора. Растяжение, вывихи и переломы. Как летом уберечь ребенка от тяжелых травм. Три в одной. Куда с площади Куйбышева переедет традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Благословение, меда и строгий пост. Православные христиане отмечают первый спас. Продавали смерть. 26 килограммов синтетических наркотиков. Куйбышевский районный суд рассматривает одно из крупнейших дел России. В нем 15 фигурантов. Чтобы все они смогли присутствовать в зале суда, заседание пришлось перенести в Новокуйбышевск. Андрей Горгуленко разбирался в тонкостях криминальной истории. Они фигуранты крупнейшего дела по сбыту наркотиков. По версии силовиков, 15 жителей Самарской области были участниками преступного сообщества. За три года обвиняемые сбыли 26 килограммов синтетических средств. Товар продавали не только в своем регионе. Занималась на территории субъектов Российской Федерации. Это Республика Пашкортостан, Самарская, Саратовские области, город Москва. Незаконным распространением сбыта наркотических средств в крупном, особо крупном размере. Сбывали они, так скажем, дизайнерские наркотики синтетического происхождения. По информации полицейских, внутри сообщества работало четкое распределение ролей. При этом была полная анонимность. Работали курьеры, отвечающие за доставку и закладку наркотиков, а также кураторы и операторы. Между собой и клиентами обвиняемые общались с помощью сотовых телефонов и сети интернет. Запрещенные средства передавались через тайники, а оплата за них принималась через электронные кошельки. Следствию удалось установить всех участников группы, кроме организаторов. Дело в том, что уникальность этого дела, что без организаторов преступного сообщества здесь почему-то квалифицировали участие в преступном сообществе. Расследование дела завершено. Теперь обвиняемых ждет долгий судебный процесс. В случае, если их вина будет доказана, на наказание будут от 10 или даже 15 лет лишения свободы. В зависимости от роли в преступном сообществе. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Потоп в квартире из-за дырявой крыши почти год терпели жители дома в театральном проезде. Управляющая компания, по словам потерпевших, на жалобы не реагировала. В итоге в одной квартире уже обвалился потолок. Теперь люди обратились за помощью в мобильную приемную губернатора. Когда решат проблему, знает Алина Чемерис. Зимой вот здесь весь пол был залит водой. Потому что текло непрерывно 4 дня вместе с побелкой и просто невозможно было хранить. Крыша над головой Татьяны Калагривовой начала протекать осенью прошлого года. Главный сюрприз ждал в конце зимы, когда стал таять снег. От постоянных протечек провис потолок, а месяц назад он и вовсе треснул. Женщина рассказывает, в управляющую компанию за помощью обращалась не раз. Ответ всегда прост. На ремонт нет денег. Но вскоре коммунальщики все же наведались в квартиру Татьяны. Два дня назад приходили тоже специалисты. Потыкали палкой и после этого потолок обрушился совсем. То есть вот в таком состоянии и с него постоянно все сыпется. Дом на театральном проезде построен в начале 40-х годов. По словам директора управляющей компании, все балки и бревна здесь старые и гнилые. А в том месте, где обрушился потолок, вообще не было плиты перекрытия. Решить проблему как можно скорее коммунальщики вызвались только после того, как за дело взялась мобильная приемная губернатора. Собственникам принято решение, что они своими силами снимают всю плитку, которой обклеен потолок, а мы отбиваем штукатурку и смотрим целиком. После того, как будет определена вот эта вот дефектовка, что там, примем какие-то меры, что как нужно это все локализовать. Мобильная приемная в регионе работает с июня. Выезды на встречи с жителями каждую неделю. Главная задача – разобрать проблему на месте и привлечь к ее решению всех компетентных специалистов. Бывают и нестандартные ситуации. Судя по документам, полученным от управляющей компании, в доме на театральном проезде все в порядке. Когда вступили в контакт непосредственно уже с заявителем, обнаружилось, что проблема-то на самом деле есть, она не устранена. И когда уже мы сегодня выехали с контролем, мы увидели, что да, действительно, еще нужно массу усилий предпринимать, чтобы эту проблему локализовать. Приступить к ремонту худой крыши руководство управляющей компании планирует уже на этой неделе. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. А в этом Самарском дворе ситуация не лучшая. Там идут настоящие парковочные войны. Предприимчивые жильцы отгородили себе автостоянку и закрыли ее на замок. В ситуации помогает разбираться общественный совет микрорайона. Эти объединения созданы по инициативе губернатора, чтобы людям было проще решать вопросы на местах. Лариса Шалафаст продолжит. Чтобы обеспечить своим автомобилем место во дворе, жильцы 159-го дома по улице Гагарина отгородили участок железными столбиками, повесили цепь и замки. Говорят, это мера вынужденная. Машин много, на всех места не хватает. Понастают машин. Все. Нам уже негде. Мы оставляем вон на той стороне. Вот за домом, за домом. Это вот что, порядок нет? Почему мы должны кому-то там чего-то еще оставлять? Такой самозахват территории во дворе не всем жильцам пришелся по душе. Соседи начали писать жалобы в общественный совет. Были неоднократные жалобы от жильцов дома, от старшего по дому. Вот по поводу цепочек, по поводу незаконного захвата земли. Соответственно, мной, как управляющим микрорайоном, были проведены беседы с автовладельцами, которые ставят свои машины за цепочки. Но, к сожалению, данное мероприятие никаких, ни к чему не подводит. Теперь от разговоров перешли к делу. Управляющий микрорайоном направит в местную администрацию фотографии двора. О самозахвате земли сообщат в ГИБДД. После этого вопрос рассмотрит административная комиссия. Организаторам парковки придется заплатить штраф. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Новая страница в истории советского района. Сегодня совет депутатов досрочно избрал его главу. Из-за трагической гибели в июне этого года руководителя Владимира Сафронова. Чью кандидатуру поддержали районные депутаты, узнала Марина Матвейшина. Вместе ради общего блага. Принцип работы нового главы администрации советского района. Им избран Вадим Бородин, ранее занимавший должность замглавы по вопросам ЖКХ в администрации промышленного района. На заседании Совета районных депутатов Вадим Бородин получил подавляющее число голосов. Я вас хотел поблагодарить за оказанное доверие. Именно меня выбор на пост главы внутригородского района. Я вам обещаю, что я делаю все возможным, чтобы жителям, всем работникам, жителям, предприятиям было хорошо и комфортно в данном районе. Я думаю, совместными усилиями, совместными усилиями мы все это справимся с вами и выполним. Только совместными усилиями. Конкурсная комиссия рассмотрела 8 конкурсантов, которые предложили свои кандидатуры на должность главы района. Двое из них, Вадим Бородин и Евгений Старостин, были рекомендованы к рассмотрению на Совете районных депутатов. Свои поздравления и наставления новому руководителю района дают вице-губернатор Дмитрий Овчинников, председатель Гордумы Галина Андреянова и глава города Олег Фурсов. Задача главы федератского района, это не только приведение в порядок дворов, это нечто большее. Это формирование походной среды, достижение единства и согласия в районе. Это очень важно. В своем сегодняшнем выступлении, при оглашении программы, Вадим Александрович сказал о том, что он будет наращивать взаимодействие с промышленными предприятиями. Это очень важный аспект, который позволяет достигнуть единения, консолидации людей, развивать общественные советы микрорайонов, реализовывать установки губернатора через этот институт. Это крайняя важность. Переизбрание главы района прошло досрочно. Это связано с трагической гибелью в ДТП предыдущего руководителя Владимира Сафронова. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов, События. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка из-за ремонта площади Куйбышева переедет в три района Самары. По пручению главы города Олега Фурсова уже с 25 августа начнется торговля в Куйбышевском районе на пересечении Кряжского шоссе улицы Уральской. С 1 сентября ярмарки откроются в промышленном районе на улице Физкультурной перед дворцом спорта авиационного завода и в Ленинском, рядом с музеем Алабина. Там будет около 80 торговых мест. Всего же осенью продовольственные лавки заработают по 17 адресам. Торговать будут сельхозпроизводители Самарской области и соседних регионов. Особое внимание ценообразованию. Продукты на ярмарках должны быть дешевле, чем на обычных рынках. Следить за тем, чтобы не было спекулянтов, а производители не завышали цены, будут строго. От двух до трех недель заключается договор на конкретное место. При подаче заявки сельхозпроизводитель определяет продукцию и свою цену, по которой он будет торговать. В случае, если он свои же заявленные условия не выполняет, то, соответственно, договор просто может не продлиться. В том году семь человек у нас под эти санкции попали и покинули места на ярмарке. Отпуск кончился. На Волжском автозаводе снова начали выпускать машины. Сколько сойдет с конвейера до конца года, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале рабочей недели цены на нефть снижаются. За баррель черного золота дают 51 доллар 70 центов. Валюта дешевеет. Курс на 15 августа. Доллар 59 рублей 79 копеек, евро 70 рублей 66 копеек. Золото стоит 2492 рубля, серебро 33 рубля 7 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить. За 60 рублей дороже всего продать за 59 рублей. Порядка 30% долгосрочных вкладов россияне держат в валюте. Причем доллар пользуется большей популярностью, чем евро. За год с банковских карточек наших сограждан похитили 650 миллионов рублей. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на 15%. АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска. За три недели на предприятии отремонтировали оборудование и провели подготовку к началу серийного производства новой «Лады Весты», старт которого запланирован на осень. Всего же в этом году планируют реализовать больше 300 тысяч машин. На этом все. Удачи в делах! А теперь коротко о других темах дня. Жуткое ДТП произошло в ночь на понедельник в промышленном районе Самары. Очевидцы выложили в соцсети фото с места происшествия. На пересечении улицы Тавропольской и Нововокзальной водитель «Лада Приоры» протаранила рекламный стенд и остановку и вылетела на газон, после чего перевернулся. Передняя часть машины оказалась смята, поврежден и задний бампер. Водитель жив, его увезли на скорой. Подробности ДТП уточняются. В Самарской области автомобильный вор предстанет перед судом. Жители села Новое Еремкино обвиняют в краже 13 автомобилей. По версии полицейских, злоумышленник похищал отечественные легковушки в Тольятти и Самаре. Для взлома замка зажигания и дверных ручек использовал специальные приспособления. Машины похититель перегонял в лес, где и разбирал на запчасти, которые продавал. Полицейские вышли на след злоумышленника, но ему удалось скрыться. Он был объявлен в федеральный розыск. И вот более чем через год его, наконец, задержали. Областные дороги готовят к учебному году. Специалисты приводят в порядок проезжие части, по которым проходят школьные маршруты. Для того, чтобы ученики безопасно добрались до образовательного учреждения на автобусе, рабочие укрепили обочины. Кроме того, на всех маршрутах планируют установить дорожные знаки, вырубить деревья и кустарники, которые загораживают обзор. К первому сентября также будет обустроена уличная дорожная сеть вокруг школы. Основные работы на школьных маршрутах планируется завершить до 25 августа. К концу лета изменится схема движения на Московском шоссе. В районе строящейся развязки на улице Луначарского. Одновременно с этим будет закрыт съезд с улицы Гагарина. Через две недели транспорт по направлению в город пустят по правой стороне будущего кольца. Сейчас рабочие уплотняют песчаный слой на объекте, затем начнут укладывать щебень. После этого там установят бортовые камни, уложат нижний слой асфальтобетонного покрытия и приступят к обустройству опор освещения и контактной сети троллейбусов. Работы должны завершиться к 1 октября. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Летние виды спорта, конечно, полезны для здоровья, но иногда могут сыграть злую шутку. По травматологическому отделению больницы Середавина вместе с заведующим прошла Мариана Мирная. 11-летнему Мише сегодня повезло. После падения с велосипеда растяжение, а не перелом. Хотя травма и неприятная, врач обещал, что мальчик снова сядет в седло уже через пару недель, если будет выполнять рекомендации. Следили трое взрослых, учатся обучение неправильное движение, вот и все, пожалуйста, падение неудачное. А так дети, сами понимаете, смотришь, смотришь, не усмотришь за ними, бегают, прыгают. Каждый день в детский травмпункт больницы Середавина поступают около 70 детей. Чаще всего причины и тому велосипеды, ролики, скейтборды, а теперь еще и гироскутеры. Чтобы лечение было эффективным, главное – вовремя обратиться к врачу. Надо вовремя обращаться в травмпункт, потому что некоторые родители считают, что травмы тяжелые, ничего страшного нет, обращаются через неделю с переломом ребенка. Поэтому правильно вовремя ребенка направить в травмпункт, правильно поставить диагноз и, как правило, это, скорее всего, наложить иммобилизацию и дальнейшие рекомендации по восстановлению. Кроме травм, связанных с летними видами спорта и активным отдыхом, доктора также рекомендуют родителям быть внимательными к детям и домам, не подпускать их к окнам, не разрешать забираться на подоконники, так как антимоскитная сетка не может выдержать вес ребенка. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События. Поправить здоровье можно и народными средствами. Как раз наступило время благословения нового урожая. Православные христиане отмечают первый спас – медовый. Праздник приурочен к традиции тысячелетней давности. В разгар лета в Константинополе совершали крестный ход с подлинным древом креста Господня, чтобы осветить город для защиты от болезней. Сегодня в храмах также совершают поклонение кресту и освящают то, что дает здоровье. На богослужении побывал Олег Зверев. Праздник, Господи, будет Твоя, и благословится я, и Твоей. Тропарь к кресту и праздничные водосвятия совершаются в честь традиции, установленной еще в IX веке. В середине лета в древнем Константинополе, чтобы защитить город от эпидемий, было принято выносить из храма подлинные древа креста Господня и освящать окрестности города. Сегодня, как и тысячу лет назад, во всех храмах проходит торжественное богослужение и также освящают то, что несет людям здоровье. Честной крест находится по частям в разных странах, и он имеет большую силу исцеления. Любое бедствие людей, любое страдание связано с нарушением этих принципов божественной любви, с невидимым действием зла, которое скрыто от взора человеческого. Против силы зла с древних времен было принято освящать водное естество, поэтому этот день называется «Спас на водах». На Руси за праздником закрепилось еще одно название – «Медовый спас». Начинается церковное благословение меда нового урожая. Сегодня верующие приносят в храмы свежий мед, чтобы потом в течение года принимать его во исцелении души и тела. Главное – это изнесение честных требований, творящего креста. И люди идут, чтобы поклониться кресту. А мед – это благословение меда нового урожая. Употребляют его, как обычный мед, пожалуйста, ешьте на здоровье. Свежий мед – хорошие подскорья в дни поста. Сегодня начинается строгий пост, который продлится две недели и завершится 28 августа на праздник Успения Пресвятой Богородицы. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Самые массовые за последние годы в Самарской области масштабно отметили Всероссийский день физкультурника – центральная площадка, набережная Волги. Впервые в Самаре прошли отдельные спортивные праздники в каждом из девяти районов города. Только на набережной работали 40 секций. Это соревнования, мастер-классы, показательные выступления, семейные и детские игровые зоны. Финишировал городской этап турнира лета с футбольным мячом, а каждый желающий мог сдать нормативы ГТО. Как выяснилось, на фестивале многие впервые задумались о получении почетного значка «Готов к труду и обороне». И после небольшой предварительной тренировки уже показали достойный результат. Техники, да, немного не хватает. Я первый раз это делал просто. 27 раз я ее поднял за 4 минуты. На бронзу вроде бы. Решите от имени главы городского округа Самары Фурсова Олега Борисовича поздравить вас с Днем физкультурника или, как раньше говорили, Днем спортсмена. Пожелать новых побед без травм и только на заводную цифру. Сегодня в Самаре занимается спортом более 400 тысяч человек, начиная от маленького возраста и старших жителей. Мы готовимся к встрече Чемпионата мира по футболу в 2018 году. И, как говорил организатор Олимпийского движения Пьер де Кобертен, о спорте мир. Здоровый образ жизни, а не алкоголь и телевизор. Все больше горожан выбирают спорт. Об этом говорят масштабы Всероссийского дня физкультурника, который прошел в Самаре. На районных спортплощадках во время праздника побывали наши корреспонденты. В День физкультурника двор 21-й школы превратился в импровизированный стадион. Поучаствовать в мастер-классе по боксу, потягать гирю и пробежать 60-метровку собрались более 200 человек. На спортивном празднике ждут и тех, кто желает сдать нормы ГТО. Испытания здесь несложные. Здесь упражнения на пресс, отжимания. Это праздник. Специально подобрали такие тесты, чтобы у людей было просто хорошее настроение и заодно себя проверили немножко. Праздник спорта в Куйбышском районе проводится каждый год. Сегодня в соревнованиях участвует около десятка команд. Гости ждут самого зрелищного футбольного матча. Последние года четыре постоянно бьются за первое место КМПЗ и МЧС. Поэтому действительно хороший праздник. Плюс повезло с погодой. Дождик прошел сейчас нормально. 23 градуса как раз в температуру для занятия спортом. Конечно, победителей ждет награда. Но самое главное в этом мероприятии, это активная часть, это пропаганда здорового образа жизни. Потому что спорт несет не только выносливо стерпение, но и красоту с собой, и мир. В следующем году День физкультурника в Куйбышевском районе намерены провести на обновленном стадионе «Нефтяник». Открыть его после ремонта планируют этой осенью. Алина Чемерес, Василий Калдашов. События. Показательные выступления и спортивные площадки День физкультурника районного масштаба собрал на первой очереди набережной сотни жителей Ленинского района. Все, кто за здоровый образ жизни приняли участие в спортивном празднике. Свои выступления показали спортсмены из секции кудо, вольфа, спортивной художественной гимнастики, пляжного волейбола и других видов спорта. Это помогает приобщать людей к спорту, именно детей. Начинают, мне кажется, благодаря таким праздникам дети могут записываться в разнообразные секции. Для тех, кто еще не сделал выбор, в какую секцию отдать своего ребенка, были открыты информационные площадки, на которых можно было ознакомиться с их работой. Очень отрадно то, что вот на этой прекрасной набережной, которая у нас теперь есть, уже обновленная, так сказать, что не видно пива, сигарет, да видно, гонки, доски, люди в плавках купаются, хорошая музыка. Ну, это радует. Это говорит о том, что это тренд на здоровый образ жизни, на занятия спортом. Администрация Ленинского района организовала также соревнования для всех желающих. Победителям и призерам вручены награды. И особое внимание было к площадке ГТО. В День физкультурника была возможность попытаться сдать термотивы. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Самаре – спортивной столицей быть. Флаг с такой надписью отправляется в небо. Так начинается праздник физкультуры в Октябрьском районе. Пока юных самарцев развлекают аниматоры и творческие коллективы, для взрослых работает свыше десятка площадок. Одна из самых популярных, посвященная грэплингу и бразильскому джиу-джитсу. Это тактическая борьба, нужно много думать головой, много видов техник знать. То есть, если сложить все виды борьбы, то в бразильском джиу-джитсу видов техник больше. Идут на площадку люди, которые духом патриотизма заряжены, здоровый образ жизни. Фехтование, настольные игры, шахматы, скандинавская ходьба – главной площадкой на День физкультурника в Октябрьском районе стал сквер на проспекте Ленина. Но соревнования и спортивные мастер-классы проходили во многих уголках района. Сегодня школьные дворы тоже предоставлены спортсменам. И там, где у нас есть спортивные площадки во дворах, а у нас таких площадок уже практически в каждом третьем дворе, если жители сорганизовались, если старшие по домам и управляющие микрорайоном приняли решение сделать праздник, он и там будет. Гостями спортивного праздника в Октябрьском районе стали около 4 тысяч человек. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. Самарские крылья Советов единолично возглавили первенство России в футбольной национальной лиге. Случилось это благодаря победе над одним из лидеров турнира питерским «Динамо». Андрей Горгуленко стал свидетелем уверенной виктории. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Центральный матч восьмого тура первенства ФНЛ России по футболу, вне всяких сомнений, проходил в Самаре. Между собой за предварительное первое место сражались «Крылья Советов» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Ко встрече соперники подошли с одинаковыми показателями в графе «Набранные очки». За игрой следили 7 тысяч болельщиков, в том числе и губернатор области Николай Меркушкин. Команды активно начали игру, обмениваясь взаимными атаками. Первый по-настоящему горячий момент хозяева создали на седьмой минуте. Мяч даже залетел в ворота, но судья отменив гол из-за положения вне игры. А ближе к середине первого тайма начал сказываться класс команд. Волжане давили все опаснее. Но лик перерыва удалось сохранить благодаря игре голкипера гостей, генералова и каркасу ворот. Обнадеживающая игра, в связи с тем, что нам пока тяжело с такими командами играть на равных, но ту игру, которую показали, она все-таки вселяет уверенность и то, что мы двигаемся в правильном направлении. Второй тайм проходил под преимуществом Самарского клуба. Хозяева раз за разом напрягали питерскую оборону. И все же количество переросло в качество. На 52-й минуте после розыгрыша очередного углового Корнеленко здорово поборолся за мяч и выдал передачу на Зотова. Мощный удар 1-0. Есть моменты, которые мы, может быть, где-то рискуем, где-то пробуем, но это футбол. Не нужно что-то преподносить соперникам, что они не ожидают. Если мы будем всегда играть стандартно, наверное, нас прочитают и не дадут нам играть в тот футбол, который мы хотим играть. После гола крылья продолжали атаковать и не давали возможности усомниться в своем преимуществе. Закрепить успех удалось ближе к концу встречи. На 86-й минуте еще один роскошный дальний удар нанес Саджан Миялович. И у голкипера гостей не было никаких шансов отразить этот мяч. Мы должны были показать хорошую игру и должны играть так каждый раз и не сдавать свои позиции. Очень приятно иметь ответственность за хороший результат. После победы крылья возглавляют турнирную таблицу с 19 баллами в 8 играх. Правда, конкуренты совсем рядом. Енисей отстает всего на 1 очко. Сохранить верхнюю строчку поможет удачная игра в следующем туре. Волжане в Тюмени сыграют против одноименного клуба 19 августа. Начало встречи в 16 часов по самарскому времени. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Субтитры создавал DimaTorzok